Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Житель Красноярского края чуть не задушил жену гирляндой. Накануне мужчина целый день употреблял алкоголь, а потом уснул. Его супруга в это время украшала кухню к Новому году, однако гирлянда пришлась мужу не по душе. По его мнению, она была слишком старой, да и горела одним цветом. Недовольный супруг сорвал украшение и начал душить им жену. Пострадавшей удалось вырваться, и она убежала из дома и обратилась в полицию. Теперь ее супругу грозит до двух лет тюрьмы. Минцифры Российской Федерации проработает вопрос во включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от внесения срочной службы в армии глава ведомства Шадаев. Отсрочку? То есть один фиг ты пойдешь? Но чуть-чуть позже. Вариант с резервом уже провалился. Теперь отсрочка, которая явно тоже провалится или просто не будет работать. Подразреваемые в убийстве восьми человек в Макеевке задержаны. Они сознали совершенное преступление. Мотивом стало ограбление. Как следует из показаний, задержанных из дома похитили 60 тысяч рублей и угнали автомобиль Шкода. В преступную группу входила сестра подозреваемая, помогавшая жертвам убийству по хозяйству. В пределе 15 тысяч надо было ему отдать. И из-за этого он пошел на это преступление. Выпили, еще раз выпили. Потом приехали. Я уже понимаю, что мать с отцом. Я пришел к тому мнению, что часик зайду, всех убью, забираем все, то, что есть. В первую очередь старшего семьи, потом тех, кто были справа. Толком я, кто были справа, я не рассматривал. Сколько было тоже их там, всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех. Мы зашли в дом, ну и начали что-то ценное искать. В общем, ценного ничего такого и не нашли. Там была приставка, но я ее увидела только, когда мы отъехали, уже не в доме были. Я забрала только телефон и нашла полторы тысячи. Все, что я забрала. И вышла с дома. А курточку забрал Иван, в которой находилось около 60 тысяч рублей российских. Ученые из Японии бьют тревогу из-за особо опасной мутации комаров, несущей целый букет из заболеваний. Исследователи изучили образцы москитов по всей авиации и нашли 78% редких мутаций, которые делают их устойчивыми к большинству химикатов. Внутри себя они несут желтую лихорадку, вирус ЗИК, лихорадку Денге и другие серьезные болезни. Если ничего не предпринять, комары будут распространяться и дальше, представляя угрозу для всей планеты. В Якутске молодежь избил участник незаконной облавы на призывников. Им с это ничего не было. Молодые люди в Якутске побили силовиков и военкома, пытавшихся устроить облаву на призывников в одном из ресторанов города. По информации якутского политика Виталия Обедина, в заведение ворвались люди в форме и не местный военком, предположительно из Хабаровска. Они попытались раздать повестки отдыхающей молодежи. Началась потасовка, и якутские молодые люди, мягко говоря, помяли организаторов облавы. Обедина отметил, что уголовное дело на избивших военкома вряд ли заведут. Такие облавы незаконны, а значит полицейский военком не были при исполнении. Но по словам политика, местные власти начали прессовать ресторан проверками. Если хозяина заведения будут преследовать, он готов опубликовать запись драки. В комментариях Обедину пишут, что это далеко не первый такой случай, а я надеюсь, что и не последний. Хотя бы в Якутске ребята поняли, что правосудие находится исключительно в их руках. И никто, кроме них, это правосудие не сможет совершать. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До встречи. Продолжение следует...